Ночью в зоне Карабахского конфликта сохранялась относительная стабильная напряженность. На отдельных участках продолжались артиллерийские бои. Еще вечером противник начал активно применять беспилотники, часть которых была сбита силами ПВО армии обороны. Противник продолжал обстреливать мирные населенные пункты, в частности Мартуни, Мардакерт и села верхней части Аскеранского района. В настоящее время на определенных участках фронта идут позиционные бои. Противник продолжает нести потери военной техники и живой селе. Жизни получившего ранения командующего армии обороны Карабаха Джалала Рутюняна ничего не угрожает. Об этом заявили власти Нагорно-Карабахской республики. Президент НКР подписал указ об освобождении Рутюняна от должности в связи с ранением и назначил на нее Микаэла Арзуманяна. Последний приступил к исполнению обязанностей и уже непосредственно руководит отражением Азербайджана турецкой агрессии. Около 10 утра 27 октября азербайджанская сторона нанесла удары из беспилотников и ракетно-артиллерийских средств по позициям пограничного поста вооруженных сил Армении на юго-востоке республики, на стыке границы с Ираном. Один из беспилотников упал на территорию Армении. Зафиксировав очередное нарушение режима перемирия и обстрел государственной границы Армении, Министерство обороны Республики Армения заявило, что будет вынуждено нанести ответные удары в направлении азербайджанских сил. Чуть позже стало известно, что с целью пресечения посягательств азербайджанской стороны на южном направлении государственной границы Армении, пограничные силы предприняли соответствующие действия, нанеся противнику существенные ущербы потери. В результате действий врага с армянской стороны есть раненые. Армия обороны Карабаха обнародовала новый список военнослужащих, резервистов и добровольцев, погибших в боях при отражении азербайджанской агрессии. В них 35 имен. Таким образом, общее число боевых потерь достигло 1020. Субтитры создавал DimaTorzok Светлая память На азербайджанской стороне находятся 17 пленных армян военнослужащих. Об этом сообщил начальник уголовно-правового управления Следственного комитета Армении Рафаэл Варданян. Армянская сторона работает с Европейским судом по правам человека. Представлены заявления о применении мер для обеспечения медицинской помощи и защиты их жизни и здоровья. Часть заявлений уже удовлетворена, другие в процессе рассмотрения. Представитель Следственного комитета также сообщил, что в рамках уголовного дела допросаны двое пленных азербайджанцев. Пленные содержатся с соблюдением всех норм международного гуманитарного права, отметил Варданян. В Армении уволен с должности начальник управления контрразведки службы национальной безопасности генерал-майор Уванес Керумен. О причинах увольнения не сообщается. Вовлечение любой страны в урегулирование в Нагорном Карабахе должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, должна ли Турция быть больше вовлечена в следующий раунд переговоров по Нагорному Карабаху. Здесь важна точка зрения только двух сторон, имеются в виду противоборствующие страны – Азербайджан и Армения. Только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования, сказал представитель Кремля.